Святая равноапостольная княгиня Ольга правила русским государством с 945 по 962 год после гибели мужа великого князя киевского Игоря Рюриковича. Как мудрая правительница, Ольга понимала, что необходимо уделять внимание религиозной, духовной жизни народа. Преподобный Нестор Летописец пишет о ней. Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости и нашла многоценный жемчуг Христа. Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга совершила хождение в Константинополь в сопровождении Большого флота. Это было одновременно религиозное паломничество, дипломатическая миссия и демонстрация военного могущества Руси. В Константинополе патриарх Феофилакт крестил Ольгу с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Так началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда. Святая Ольга положила начало почитания на Руси при Святой Троице. Из века в век передавалось повествование о видении ей трех присветлых лучей около реки Великой. На этом месте Ольга основала храм во имя Святой Троицы, который стал главным собором Пскова. В 960 году в Киеве был освящен храм Святой Софии, святыней которого стал крест, полученный Ольгой при крещении в Константинополе. Позднее Киевскую Русь стали называть третьим жребием Божией Матери. А началось утверждение этого жребия через первую из святых жен Руси, равнопостольную княгиню Ольгу. Продолжение следует...